Приветствую вас на канале Алкавита. Хочется сделать ароматную водочку, но хочется попробовать, получится ли, если в хороший спирт добавить сок и перегнать. Мне абсолютно случайно досталось очень много видов вот такого сока. Это нектары, сделанные в Армении, 100% натуральные, без консервантов. В общем, это какая-то некондиция, где-то побежала, где-то что-то взорвалось, но срок годности еще не закончился, еще целый год. Покажу все на одном ролике, остальные все соки я перегоню аналогично. И потом общую дегустацию я попробую. В общем, у меня будет яблоко, у меня будет плоды шиповника, у меня будет гранат, вишня совместно, и у меня будет мультивитамин, по-моему. Каждая баночка 1600 миллилитров, точнее 1610 миллилитров. Я беру 5 литров спирта, смешиваю с шестью такими бутылками. Ну, ночь пусть постоит, затем буду перегонять. Яблочная спиртовая снова в кубе, идет разогрев. Далее поступаем несколькими способами. Ну, первое, это, естественно, отбираем головы, так называемые, чуть-чуть. Там, у меня было от 50 до 250 миллилитров. Как только вот аромат понравился, все. Бывает, что в головах либо много эфиров выходит, апельсин, лимон, либо какие-то еще сторонние ароматы. Надо их извлечь. А после этого все по стандарту. Есть несколько способов. Основных, я знаю, четыре. Первый, это выгоняется обычным подстилом до того, как в получаемой емкости не будет крепость 40%. Вариант номер два. Отогнать также подстилом до 40% в струе. И тогда мы теряем очень много спирта. Ароматика как бы присутствует в этих двух вариантах. Но во втором варианте будет больше варености, больше компота. Третий вариант мой. Я отбираю головы, отбираю подстилом, отключаю дефлегматор до того состояния, пока мне аромат нравится. Затем подключаю дефлегматор и отбираю все, что мне полагается. Сейчас мне идет отбор голов. Четвертый вариант, это стандартная работа колонны с дефлегматором. При таком способе ароматика минимальна. 100 мл голов. Сперва были такие явные сидровые нотки, спирт. Сейчас уже пошло яблочко. Отключаю дефлегматор и меняю принимающую емкость. Что касается ягод, фруктов кусочками. Больше всего мне понравился вариант Михаила, который я пробовал. Это завышенное фальжно, она же джинкорзина. В таком уровне, куда укладываются в паровую зону ягоды, фрукты. Попробую как-нибудь сделать и так. Сейчас мне идет отбор без дефлегматора. Сырье это чистый спирт. Естественно, голов, хвостов минимум. Для меня самое главное не поймать аромат компота. Часто случается, когда именно вкуп загружается, когда нет фальжно. Допустим, там не знаю, сухофрукты, фрукты, изюм. Варится все это и ароматика компота попадает в наш продукт. И в конце уже без дефлегматорного отбора уже идет какой-то, знаете, такой едкий аромат. Аромат, не знаю чего, в общем, ну, надо его отсечь. Чем больше проработает колонна без дефлегматора, тем более ароматное тело мы получим. Можно открыть окно, чтобы было больше воздушной дефлегмации. В общем, максимально долго отбираем без дефлегматора, насколько это возможно. Как только аромат перестал нравиться, подключаем дефлегматор. И отбираем в эту же емкость максимально укрепленное тело, димка. Дистиллят максимальной крепости, насколько это возможно. У меня при 5 литрах спирта крепостью 95-97, как получится. Получается где-то 4,500-4,750 уже готово тело в принимающей емкость. В общей сложности при разбавлении где-то я всегда выхожу на 10 литров питьевого. Остальное как бы потери. Окно открыто. Плюс 17 на кухне. Отобрал 2,5 литра. Вот 1,5 литра офигенный такой яблочный спиртик. Потом 1 литр просто нейтральный спиртик. И вот сейчас уже идет такой, знаете, спирт, но такой более какой-то едкий, более яркий. Хвостов компотности я вообще не ощущаю. Но как бы там ни было, вот на этой ноте я подключаю дефлегматор. Получил 4 литра 800 миллилитров. Компотности не было вообще, а вот неприятный душок в конце погона появился. Попытался дефлегматором его убрать, не получилось. Остановил погон 4,800. Меня полностью устраивает. Точно так же поступаю шиповником. Все ароматные водки получил. Точно так же, ничего не меняя. В общем, получу все вот такие вот 5-литровочки. У меня их будет 4, либо 5, пока еще не решил. Одновременно все разведу. И через недельку все попробую и сравню. Итак, яблоко 4,800. Шиповник 4,800. Мультифрукт 5 литров. И вишня гранат 4,750. Ну, погоны были относительно ровненькие. Отбирал до компотности. Компотность все равно присутствует. Мультифрукт была очень интересная перегонка такая. Весь этот жмых, весь этот осадок, он взялся таким как коксом. И на поверхности плавал, как такой коркой. Что аж было, как будто бы я подумал, что взрывное кипение. Когда кипение, вот эту корку пробило, раз 5-6. Куб дергался, как бешеный. Потом раз, и все нормально стало. Когда я борду сливал, прям были вот такие вот куски корки на поверхности плавали. С чем это связано, бог его знает. Все было жиденькое, все было, ну, не знаю. В общем, здесь тоже компотность остановил погон. Ну, как бы везде. Везде, как всегда. Развожу до 40%. И, как всегда, через недельку пробую. Прошла неделя. Здесь у меня гранат и вишни, яблоко, шиповник и мультифрукт. Сейчас будет слепая дегустация. Супруга сейчас мне нальет, пронумерует, перемешает. А я попытаюсь угадать основу истока на опыт, нос и язык. 4 образца. Приступаем. Образец номер 1. Похоже на яблоко. Образец номер 2. Похоже на мультифрукт. Образец номер 3. О, гранат. Образец номер 3. Гранат. Вишня. Гранат. Прям вот эти, как это называется, перепонки от граната. Вот внутренний прям очень насыщенный аромат. Ну, здесь ничего нет. У всех вариантов очень такой ярко выраженный водочный аромат. Пробую. Вариант номер 1. Тот, который я подумал. Что это яблоко. Убить добру. Ну, водка она и в Африке водка. Слабый аромат есть. А вот на язык я бы не сказал прям, что это какой-то яблочный напиток. Второй вариант. Я сказал, что это мультифрукт. Убить добру. Ура. На вкус уже поинтересней. Но все равно. Это водка. Мягкость. Мягкость хорошая. Вариант номер 3. Я сказал, что это гранат вишни. Ну, однозначно гранат. Сто пудов. Если здесь еще вот сомнения есть, то здесь никакого сомнения нет. Будем. Немножечко вот во всех этих трех вариантах есть немножечко такая компотность. Но, да, вот здесь самый яркий аромат. Немножечко такая вот компотность есть, но несущественная. Я даже не сказал, что прям отваренная. Я такая еле-еле-еле заметная. Ну, и вариант номер 4. Ку-ку. Ну, водка, да, водка. Что-то фруктовое есть, но не сказать прям, не угадать, что это. Итак, яблоко, мультифрукт, гранат вишня, ну и судя по всему, шиповник. Так, ну и вот, что мне написала супруга. Номер 1. Это шиповник, не угадал. Номер 2. Это мультифрукт, угадал. Номер 3. Это гранат вишня, угадал. И номер 4. Яблоко, не угадал. Данный рецепт имеет место быть, если у вас есть какой-то такой сок. И вы хотите немножечко свой сахарный самогон доработать. Я думаю, что это оптимальный вариант. Только единственное, немножечко подольше подержать на мацерации. Вот, наверное, с месяц самое оно. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и пейте только качественные напитки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok